У ТОСа Березняковский появился свой офис. На границе ТОСа и Новый Линкет ремонтировали старое муниципальное здание. Поменяли абсолютно все, от коммуникации до мебели. Теперь можно работать. Там все есть. Здесь было аварийное здание. Теперь выложено около 1 миллиона рублей капитального ремонта. Здесь заменено все. Все сети. Здесь заведен газ, электричество. Интернет сейчас заводится. Все условия для того, чтобы работать полиции участковому и территориальное самоуправление здесь существуют. Вместе с ТОСовцами будет трудиться и участковый. Опорный пункт полиции был здесь и раньше, но также нуждался в ремонте. Фронт работ для участкового, микрорайон Новый Линка и улица Володиной. На этой небольшой территории уже за этот год произошло 37 преступлений. 36 из них полиции удалось раскрыть. Мы убеждены, что вот такой центр приема граждан, потому что и депутаты городской думы, и областной будут здесь принимать. Он просто необходим. Мы сегодня в определенной степени какой-то эксперимент провели. Посмотрим сейчас, как он будет работать в течение полугода, может быть года. А потом, может быть, такие как раз центры совместные будем и планировать по всему городу. ТОСовцы каждый день в этом пункте находиться не будут. Уж так случается, что общественность собирается лишь по какому-то важному поводу. Либо плохому, либо хорошему. Мы здесь будем проводить все те праздники, которые мы ранее проводили. Это День пожилого человека, День днерождения и много других знаменательных дат, где мы раньше арендовали в музыкальной школе помещение. А теперь у нас есть свое помещение, где мы можем собираться. Не всегда помещение будет использоваться в качестве банкетного зала. ТОС планирует создать свою народную дружину, которая будет помогать участковому с охраной общественного порядка. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.